Дорогие ребята, мы с вами живем в Арктическом регионе. Большая часть нашего округа расположена за полярным кругом. Ледяные ветра, многолетняя мерзлота, переменчивая погода и вечно волнующее Северное море – спутники нашего округа. Несмотря на суровый климат, растительный и животный мир очень богатый. Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие по истории родного края. Встретимся со старичком-тундровичком, найдем волшебный клад и побываем в сказочной стране. На каждой станции нашей игры вы будете зарабатывать баллы. Всего в нашей игре будет 7 раундов. А оценивать вас будет наш уважаемый жюри. Давайте их поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель жюри, кандидат исторических наук, заведующий отделом истории Ненецкого краеведческого музея Марина Михайловна Калавангина. Аплодисменты. Депутат окружного собрания Сергей Николаевич Коткин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наша команда Ям Тиньеванна. Что означает знатоки земли? Команда школа номер 4, ваше приветствие. Наша команда Пуночки. Мы назвались к своей команде так, потому что с прилетом к Пуночке начинается весна. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, ребята, мы с вами отправляемся в путешествие. И первая наша станция – разминка. Сейчас я каждой команде по очереди буду задавать вопросы, связанные с нашим округом. Начнем с команды первой школы. Итак, что означает слово Наринмар? Красный город. Верно. Где находилась столица Печорского края с 16 по 18 век? Пустозерский. Верно. Самый известный узник Пустозерского острога? Притопоп Абакун. Верно, конечно. А как называется священодействие шамана? Шаманский обряд. Шаманский обряд, а точнее камлания. Год основания Пустозерска? 1499-й. Верно. Какие коренные народы населяет наш округ? Нинцы. Коми. Верно. А что нужно коренным жителям Севера, чтобы выжить в таких тяжелых климатических условиях? Животные, теплая одежда, дом, тюм, приспособления для охоты, рыболовства. Молодцы, ребята. Из чего шьют одежду северные народы? В основном из оленей шкур. Верно, ребята. А как называется жилище коренных народов, нинцев? Тюм. Как называется одежда коренных жителей у мужчин? Не подсказываю. Раз. Малится. Малится, верно. А верхняя женская одежда из оленей шкур? Панится. Какие основные виды занятий коренных жителей? Назовите, пожалуйста. Рыболовство, разведение скота, то есть оленей, оленеводство. Это рыболовство, оленеводство, ну и как раз-таки. А у женщин? А у женщин это как бы собирательство грибов, ягод. Они шьют как раз-таки одежду и ставят тюм, жилище. Умницы. Ну что, ребята, молодцы. На большинство вопросов вы ответили. Жюри готовы объявить результаты по первому конкурсу. Давайте поаплодируем. Марина Михайловна, вам слово. Жюри посовещалось, подвело итоги. И по итогам первого тура разминка у нас получилась команда «Знатоки земли» 11 баллов, команда «Пуночки» 12 баллов. Мы переходим к второму раунду нашей игры «Люди севера». Красив наш край. В тундре природа разноцветная. А душа природы – это люди. За каждый тур этой игры наше жюри будет выставлять 5 баллов. Многонационали наш край с давних пор на территории нашего округа. Жили, трудились, помогали друг другу, дружили и прилагали все усилия для рассвета этой неласковой Печорской земли. Люди разных национальностей. Их насчитывалось до 75. Это немцы и русские, коми-украинцы, белорусы и татары, удмурты и молдаване, корейцы, немцы, румыны и поляки. Всех их не перечислить. Но мы все считаем Ненецкий округ родной землей. И у каждого народа своя яркая культура. Итак, внимание на экран. Вопрос к этой рубрике подготовил этнокультурный центр Ненецкого автономного округа. Здравствуйте, ребята. Я хочу задать вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, какой весенний праздник считается главным переходящим праздником у христиан всего мира? И почему? Жюри, здесь, пожалуйста, время. Команда соперников, знающие землю, вы тоже можете посовещаться. Потому что в случае, если команда не ответит, то вопрос мы адресуем вам. Итак, ребята, время. Команда пуночки, вам слово. Мы считаем, что главным праздником праздники христиан весенним является праздник Пасха. Пасха. Вы считаете, давайте послушаем правильный вариант ответа. Это, конечно же, Пасха. У христиан всего мира Пасха является главным праздником. Потому что именно от даты празднования Пасхи зависит дата празднования всех остальных переходящих праздников. Почему праздники называются переходящими или переходными? Потому что дата их празднования неустойчива. Она изменяется либо в одну, либо в другую сторону. А происходит это от того, что лунно-солнечный календарь имеет очень сложное исчисление. И праздник Пасхи исчисляется либо в самый ранний срок, 4 апреля, и в самый поздний срок, это 8 мая. Молодцы, ребята. Я вас поздравляю. И что, команда «Знающие землю» вы готовы? Да. Внимание на экран. Вопрос для вас. Какой город Заполярья ученые-историки называют призрачным городом? И почему? Команда у нас совещается. Можете тоже посовещаться. Мы засекаем ровно 2 минутки. Дается на размышления. Итак, команда «Знающие землю», я вижу, вы готовы? Да. Тогда ваш вариант ответа. Мы думаем, что это город Пустозерск, потому что там раньше находился город, а сейчас там только кресты и памятники. А сейчас правильный ответ. Призрачным ученые называют город Пустозерск, или как его именуют сами ученые, Пустозерск. Это его научное название. Этот город называют призрачным, потому что он просуществовал по историческим меркам совсем короткий срок, всего 463 года. Образовался город в 1499, а в 1962 из него вывезли уже последний дом. Тоже поздравляю, команда «Пуночки». Вы готовы выслушать следующий вопрос? Внимание на экран. Здравствуйте, ребята. Я хочу вам задать вопрос. Клюв какой птицы использовался при изготовлении ненецких кукол ука? Готовы? Да. Слушаем ответ. Значит, для изготовления кукол, представляющих женщину, использовался клюв утки. Для изготовления мужских кукол в виде мужчин использовался клюв лебедя или гуся. Послушаем. Правильный ответ. При изготовлении ненецких кукол ука использовались клювы гуся и утки. Женщин делали из клюва утки, а мужчин из клюва гуся. А почему именно эти птицы? Потому что они перелетные. И раньше у ненцев считалось, что они улетают к верховному богу Нуму и прилетают оттуда очищенными и освещенными. Спасибо большое. Вопрос для команды «Знающие землю». Внимание на экран. Сколько было сыновей у матери в ненецкой сказке «Кукушка»? Готовы? Быстро. Слушаем ваш. Ответ. Конечно. Было три сына. Три сына. Послушаем. В ненецкой сказке «Кукушка» у матери было трое сыновей. В этой сказке рассказывается о том, как мать заболела и целыми днями лежала в чуме и просила помощи у детей. А они целыми днями играли на улице и не могли подать даже ей стакан воды. А потом она превратилась в птицу-кукушку и улетела от них. Спасибо большое. Но это еще не все. Внимание, следующий вопрос. Видео Лана Дона Челядь. Здравствуйте, дорогие ребята. Как переводится ручей в Ачекшор и возле какого поселка он находится? Продолжение следует. Команда «Пуночки». Время истекло. Нет ответа. Команда противника. Часть – это слово «источник» и находится возле Пастазевска. Вы предположили, что это так. Давайте послушаем правильный ответ. В Ачекшор – это Варежкин ручей. Находится он возле поселка Хангурей. И кто не справился с этим вопросом, команда «Знающая землю», предлагаю послушать вам ваш вопрос. Назовите имя Коми-богатыря, который изготовил себе скоростные лыжи из дерева. Вижу, вы готовы? Высказывайте свое предположение. Мы думаем, что я лумб. Послушаем правильный ответ. Имя этого богатыря – Иркоп. Никто не ответил правильно. Жюри у нас подводит. Итоги мы посчитали. Второй тур оценивается 10 баллами для той и другой команд. Счет равный у нас с вами, а мы переходим к третьему раунду. Ненцы, русские, Коми и другие народы строили и развивали наш округ вместе. Но были среди них и те, кто внес особый вклад в развитие региона. Это почетные граждане города, известные врачи, художники и писатели. В честь их названы улицы, предприятия и учебные заведения округа. Итак, внимание, третий раунд. Имена в истории округа. Вы должны по фактам из жизни, описание, узнать, о ком идет речь. Кто первый поднимет руку и правильно ответит, заработает 5 баллов. Команды, вы готовы? Да. Этот человек родился на новой земле и рос среди охотников. Среда, в которой он рос, была суровой и нацеленной на выживание. Она совсем не располагала к занятиям искусством. Тем не менее, он довольно рано начал проявлять интерес к живописи. Я видела, что вы первые подняли руку, да? Вам слово, пожалуйста, Пуночки. Мы считаем, что это тыковылка. Верно, это тыковылка. Аплодисменты. И следующий человек-загадка. Богом данный талант, развитый трудом и творчеством, позволил воплотить ему чувства и мысли своих земляков в поэзии. Так писал об этом человеке известный в округе журналист и писатель Виктор Толкачев. Его биография, как и биография многих его сверстников, внешне проста. Он родился 30 марта в селе Шойно на берегу Белого моря. Видела, вы подняли руку на такие знающие земли. Мы думаем, что это Палепунух. Кто еще раз? Палепунух. Так, к сожалению, ответ неверный. Мы думаем, что это Печков. Верно. Алексей Печков. Аплодисменты. Уважаемые жюри, подведем итоги за конкурс «Имена в истории округа». Это третий тур и результаты таковы. К сожалению, знающие землю не набрали ни одного очка, а вот команда Пуночки набрали 10 баллов. Молодцы, ребята, а мы переходим к следующему раунду. И художник Тыковылка, и поэт Алексей Печков восхищались красотой северной природы. Как писал Алексей Печков, С самого начала у меня была своя тематика «Люди тундры и сама тундра». Полюбил я родные просторы, где родился и жить довелось. Там зарю золотую в озерах тянет тонкой струйкой лось. Там привольно и птицы, и звери, и под каждой березкой жилье. Семицветные радуги двери в обретенное счастье мое. Тундра – суровый край. В ней обитает много животных, птиц, насекомых. А в студенных озерах и реках водится рыба. Много тайн скрывает от нас природа. Но мы с вами очень любознательные, и нам откроются любые тайны. Ведь сейчас напрямую в связь с нами выходит главный хранитель тундры. И леса – старичок-тундровичок. Здравствуйте, дети! Я старичок-тундровичок. Тундра и лес – мой дом родной. Слежу я за порядком здесь днем и ночью. Люди любят часто ко мне наведываться в гости. Правда, огорчают меня старика. Оставляют за собой мусор и деревья ломают. Так вот, хочу я вас проверить, умеете ли вы себя вести, детишки, в лесу, а? Итак, дети, ситуация номер один. Вы решили перекусить в лесу. Нашли место, красивую полянку. Поели, а мусор за собой не убрали. Разбросали его по всей полянке. Как вам поступить в этой ситуации? Ребята, вы готовы уже, да? Да. Знающие землю, вам слово. Мы думаем, нужно собрать весь мусор в пакет и увезти его на свалку. Давайте послушаем. Дети, мусор, который вы оставляете за собой, не убирая, разлагается от двух до тысячи лет. И поэтому не забывайте убирать за собой в лесу. Туночки, послушаем ваш вопрос от старичка Тундровичка. Увидели поляну, где грибов, видимо, невидимо, и ягод море. И начали выдирать ягоды вместе с кустарником, а грибы с корнем. И пинать поганки. Как правильно поступить в этой ситуации? Как правильно поступить в этой ситуации? Нужно ли пинать грибы, даже погадные, мухоморы? Сейчас мы узнаем. Все знают правильный ответ на этот вопрос. Готовы? Туночки. Давайте, девчата. Мы считаем, что вырывать растения, как раз таки ягодные кусты с корнем, и вообще их вырывать вообще нельзя. Потому что все-таки с корнем особенно нельзя вырывать, потому что на следующий год еще вырастают ягоды, потому что это многолетние как бы растения. А насчет грибов нельзя вместе с грибницей, вместе как раз таки вырывать, потому что грибница может остаться еще на следующий год, для того, чтобы на этом же месте выросли еще столько же грибов. И как бы грибы надо либо выкручивать аккуратно, либо срезать, и то без как раз таки грибницы. Развернутый ответ. Правильный ли он, мы сейчас узнаем. Дети, ягоды собирайте только спелые, а грибы аккуратненько срезайте ножичком. Чик-чик. Спасибо вам большое, порадовали старика. Пущу я вас к себе в тундру и лес. Спасибо тебе, дорогой старичок-тундровичок, ребята. Вы молодцы, с заданиями справились. В лес пойдем скоро в гости вместе с вами. Ну что, а мы переходим к следующему раунду. Ребята, у меня есть волшебная корзинка. А в этой корзинке рисунки и картинки животных и рыб. По описанию вы должны будете мне рассказать, о ком идет речь. Команда, знающая Землю. Ваш вопрос. Это самый крупный хищник на нашей планете. Его вес может достигать одной тонны, а длина тела – три метра. Густая шерсть, состоящая из двух толстых рядов волос, не дает ему замерзнуть. Мы думаем, что это белый медведь. Посмотрим, правильно или нет. Достаю из волшебной. Эту корзиночку мне, кстати, передал тундровичок наш, белый медведь. Совершенно верно. Аплодисменты. Небольшой хищный зверек. Внешне напоминает лесу. Живет он на побережье и на островах совсем не ласкового северного ледовитого океана. А также в суровых зонах тундры и леса тундры. Пушистый хвост имеет длину 25-30 сантиметров. Мы считаем, что это песец. Песец. Совершенно верно. Обыкновенный песец. Идем дальше. Он является млекопитающим и относится к семейству дельфинов. Обитает в основном на морях и Северно-Ледовитом океане. Это крупное морское животное. О ком идет речь? Мы считаем, что это морж. Морж. А на самом деле это белуха. Или по-другому его еще называют? Арктический дельфин. Арктический дельфин. Совершенно верно. Он обитает на всей территории Арктики. В тундре за исключением льдин и больших территорий, покрытых льдом. Чтобы выжить, он приспособился есть любой корм, который только попадается в продолжительной жизни около 17 лет. Мех очень светлый, с небольшой рыжинкой. Кто это такой? Могу сделать еще подсказку, что они живут небольшими семейными группами. По 7-10 особей. И все беспрекословно подчиняются вожаку. Его самки. Кто же это такие? Мы сомневаемся, но все-таки надо ответить. Мы считаем, что это, возможно, тюлень. Нет? А на самом деле это... Полярный волк. Полярный волк. А жюри знало этот ответ? Да. Вы догадывались, да? Что следующий вопрос, знающий землю для вас, он относится к семейству настоящих тюленей. Является одним из самых грозных и могучих морских хищников. Название он получил за шкуру, покрытую пятнами. Мы думаем, что это морж. Морж, а на самом деле это... Морской леопард. К сожалению, не отгадали верно. И следующее, последнее животное в этой корзиночке. Это морское млекопитающее, традиционно относимое группе ластоногих. Крупный морской зверь с очень толстой кожей. Вот, кстати, верхние клыки у него чрезвычайно развитые. Удлинены и направлены вниз. Мы считаем, что это морж. Совершенно верно, считает команда Пуночки. Ну что? Мы подвели итоги четвертого раунда. За четвертый раунд команда, знающая землю, получает 9 баллов. Улыбнемся друг другу. А команда Пуночки 15 баллов. Итак, следующий наш раунд. Памятники округа. Перед вами лежат два комплекта пазл. Я их специально перемешала. Сейчас вы должны будете по моему описанию узнать, о каком памятнике идет речь. Команда, знающая землю. Внимание. В годы Великой Отечественной войны многие представители этого предприятия ушли из Наринмара на фронт. Они участвовали в обороне Заполярье. 118 человек погибли на полях сражений. Их имена не забыты. Они занесены в альбом боевой славы предприятия. Памятник был открыт в 1980 году. Расположен в городском сквере между улицами Сопрыгина и Хатанзейского. Автор памятника – член Союза художников Александр Васильевич Рыбкин. Памятник воздвигнут в феврале 2012 года в память о жителях округа, которые в годы Великой Отечественной войны сформировали эти необычные батальоны. Важнейшими задачами являлись санитарная эвакуация раненых с полей сражений, доставка грузов, оружия и снарядов. Автор памятника – архангельский скульптор Сергей Сюхин. «Скульптура изображает бойца в окружении охотных». Что же это такое? Итак, команды начали! Памятник для знающих земли у нас был воздвигнут в 1980 году. Команды «Пуночки» в 2012 году. Посмотрим, как быстро у нас справится с заданием. Что-то уже получается у команды «Знающие землю». Команда «Пуночки» у меня тоже молодцы. Все, молодцы команды справились. Итак, назовите, кому же посвящен этот памятник. Команда «Знающие землю»? Наш памятник посвящен портовикам. Портовикам Наринмара. Совершенно верно. Давайте поаплодируем. Команда «Пуночки» и же справились. Наш памятник посвящен Олено-транспортным военным батальонам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И на данном памятнике изображен, собственно говоря, ненец в своем обличии. Вокруг его верных спутников, оленей и собаки. Молодцы. Совершенно верно. АПЛОДИСМЕНТЫ Жюри, подведем итоги за конкурс. Памятники. Обе команды показали себя знатоками исторических памятников нашего города и заслужили по 5 баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть еще один уникальный памятник, а точнее музей-заповедник под открытым небом. Пустозерк стал первым русским городом за полярным кругом и одним из главных форпостов России. Сегодня, ребята, мы с вами станем тоже участниками археологических раскопок и узнаем, какие тайны скрывает пустозерская земля. У каждого из вас на столе стоит коробочка с песком. Представьте, что это территория раскопок в Пустозерске. Вы будете искать под слоем песка те предметы, которые на самом деле были найдены в музее Пустозерск. А чтобы вы не ошибались, даю вам памятку с пояснением, какие предметы были там найдены. Пожалуйста, вы можете ее прочитать мельком, да? Вы должны найти эти предметы, которые на самом деле нашли археологи. Посмотрите, пожалуйста, у вас вот есть специальные предметы, чтобы вы раскопки вели. Кисточками что у нас делают археологи? Они очищают. И есть лупа, если предмет очень мелкий. Его можно будет рассмотреть. Это чтобы вам удобнее было искать, да? Итак, команды, вы готовы? Да. На старт. Внимание. Начали! Вижу, вы настоящие археологи. Все так аккуратненько, да? Именно те предметы надо найти, которые были найдены при раскопках. Последние раскопки были в Пустозерске в 2015 году, в прошлом году. И они нашли очень много предметов, которые чудом сохранились. Причем эти предметы на самом деле гниют очень быстро, но вот слой мерзлоты не дал им сгнить. Поэтому много предметов. Они у нас сегодня тут тоже есть. Все, ребята, стоп. Заканчиваем наш конкурс. Начинаем с команды Пуночки, пожалуйста. Какие предметы были найдены на территории Пустозерска? На территории Пустозерска были найдены циновка. Мы считаем, что это циновка. Отчажный крюк. Элементы упряжки и нарт. Выбивалка из оленевого рога. Верно. Мы нашли из одежды... Не обязательно по этому списку. Это список примерный, да, ребята? Хорошо. Мы нашли, вероятно, одежду людей, которые проживали. Верно, совершенно верно. Даже вязаные вещи там находили. Варежки, носочки. Мы нашли определенную посуду, тарелки, кружки. Все, ребята, молодцы. Я думаю, ваш ответ оценит сейчас жюри. Знающие землю, что вы нашли? Какие у нас тайны скрывает Пустозерск? Что вы обнаружили? Мы нашли такую шахматную фигурку. Мы предполагаем, что это шахматная фигурка. Мы нашли разную еще одежду. Одежду людей, которые проживали на данной местности. Мы нашли посуду. Посуду, да. Элементы посуды. Мы нашли... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вязаные рукавицы. Возможно, это вязаные рукавицы. Я точно не уверена. Берестяной поплавок. Молодцы, ребята. Вы тоже хорошо справились с этим заданием. Давайте поаплодируем и узнаем результаты у нашего жюри. Пожалуйста, Мария Михайловна. Учитывая, что археологи, знающие землю, работали элегантно, как настоящие ученые, использовали инструменты, мы считаем, что они могут получить 5 баллов, а пуночки, ну, как птички, немножко поклевали и руками помогали. 4 балла. Спасибо. Последний наш раунд. Северные сказки. Ребята, перед вами набор слов. Все они в именительном падеже и единственном числе. Здесь спрятались названия 10 сказок. Вы должны составить список произведений, список этих сказок. Итак, команды, на старт. Внимание, начали! Кто больше угадает, у нас тут и получено большее количество баллов. все ребята заканчиваем сказки начнем и с команды пуночки ребят пожалуйста первая сказка кукушка хозяин и собакам старик и три его дочери старик и работник человек и ворон заяц и куропатка писец и росомаха три сына ну что я думаю жюри подсчитает сейчас результаты сказки я думаю вы еще почитаете дома ребята мы совсем скоро узнаем имя победителя тех ребят ту команду которая у нас пройдет финал но та команда которая не смогла пройти финал пусть не расстраивается потому что вы сможете принять участие в следующем сезоне сегодня нас оценивала очень представительное жюри председатель жюри кандидат исторических наук заведующий отделом истории ненецкого краеведческого музея марина михайловна колавангина давайте поаплодируем ей депутат окружного собрания и кандидат юридических наук сергей николаевич коткин учитель русского языка и литературы школы села коткина светлана леонтьевна поздеева подводя итоги хотим отметить что знающие землю это всего лишь шестиклассники для своего возраста они знают достаточно молодцы по итогам семи туров знающие землю набирают 44 балла ребят это на самом деле очень хороший результат вы молодцы пуночки набирают 62 балла аплодисменты вот они победители мне очень понравилась игра и девочки молодцы вы такие молодцы вы много знаете конечно еще все впереди изучать еще и изучать наш родной север культуру его историю литературу но я был конечно поражен сегодня спасибо что вы пригласили вот такой уважаемой жюри мне кажется ребята обе команды показали но очень на мой взгляд глубокие знания в истории в археологии в экологии я сам для себя услышал много новых сказок которые подзабыл наверное внучки буду рассказывать сейчас да может быть и в природе таких не надо тоже здорово это тоже здорово да я думаю что вот игра вообще замечательная очень интересная сначала девчонки немного волновались а потом все встало на свои места мне кажется что это рк север очень интересную идею реализует замечательный проект который активизирует наших школьников причем не старшего возраста они все сейчас озадачены подготовкой и г а как раз самого любопытного возраста это во первых во вторых мы отметили что сегодня в командах участвуют только девочки поэтому восхищаемся хотим чтобы в следующий раз вы еще и мальчишек с собой привели подключили к этой замечательной игре спасибо спасибо вам большое мы поздравляем наших победителей команду пуночек давайте их поздравим ребята знатоки севера ура